Девочки, РТО, смотрите, какой интересный. Мудрый ворон, да? Это ж символ мудрости. А как это? Короче, там... Слушай, тут тоже красиво. Обратная сторона тоже красивая. Это и Савиный лес. Это наш любимый. Очень нравится мне Савиный лес. Девчонки молодцы, талантливые. Слушай, это очаровательный, очень хорошенький. Это чей наборчик? Это айс тэбл. Это Млечный путь. Слушайте, как красиво. А это чей набор? А вот уже не то сделай своими руками, не то сделай с любовью. Или Адриана? Ну, очень хорошенький. Сюжет просто бомбический. Прям супер. А где-то что-то хочется туда. Да. Слушайте. Ну, вот опять пойду ведь куплю. Это вот Dimensions. Какая хорошенькая. Шкатулку хочу сделать. Такой. Да, шкатулку будет красивая. Ух, какая девочки. Смотрите, какая интересная работа. Какая панелька классная. Это Рената Паролин. Итальянский, по-моему, дизайнер. У меня много схем. Уже не первую я вышла. Ну, классно. Молодцы, девчонки. Да, столько много. Все такие хорошие работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это наркотик Дорогие друзья Мы в Егатеринбурге Снова в этом замечательном городе И вот девочки пришли Сегодня с новыми работами Будут показывать свои шедевры Которые они наушевали за это время И сейчас вот у нас Елизавета пришла к нам И она покажет свои работы замечательные Елизавета, давно вышиваете? Вышиваю давно, но в прошлом году У вас были мы, все работы обратно не потащила Ну, конечно, да Поэтому еще хотела бы заказать вам Оформить в одну какую-нибудь из работ Хорошо, ну вот эти вот парные их надо Да, ну вот это парные Вот эти вот А, подождите, нет Их три или четыре штуки получается Ой, ну давайте покажем Конечно Это у нас Изабелла Риолис Сейчас, сейчас Вот там какая-то интересная Это самая первая Да? Самая первая работа? Ну, делала ее самой последней Начала с самой первой, закончила Это тоже же у нас Риолис, да? Да Натюрморт с бокалом вина Их, по-моему, четыре вида-то Ну, они все такие симпатичные Да, вот пока только три Они просто замечательные все Вот это А там еще есть на черном фоне натюрморт Наверное, но еще пока нет Четра нет Четра нет, спасибо Девочки, на черном фоне, когда вышиваете Мне подсказали Надо мылом натереть, сухим мылом белым Натереть черную канву Вышивать легко Канва становится белая Все дырочки видны Вот это как называется? Рождество Это чей набор Чей не, ну, что-то российское Да? Да Ну, какой симпатичный Но я такой сюжет даже не видела Это мы в вышивальной группе вышивали Хороший день Можно сказать, что это пейзаж с велосипедом А это нашла группу У нас, значит, восемь сюжетов Посвященные трехсотлетию Екатеринбурга Но пока только первая готова То есть еще семь Вот это Екатеринбург Да, это гостиница и сеть Начала Давайте дальше передадим Начала храм на крови Ага Это даже в какой-то группе вышивали Было 12 штук Все раздарила Остались вот четыре штучки Ой, какие интересные Ой, какая прелесть Девчонки, смотрите, какая прелесть Целый год вышивали То есть одна штучка каждый месяц была Ага Девочки, проходите, пожалуйста Проходите, садитесь Смотрите, какая красота Ой, слушайте, на равномерке Или на чем это? На равномерке Ой, какие хорошенькие Слушайте, это можно использовать И как игольницы Ну вот я их раздарила Все, у кого как дни рождения Разобрали Ну прекрасно Это еще производство? Какое? Вот это Это вышивальной группе было Как сказать? Понятно То есть это авторская схема, да? Да, а это из последнего Не доделано Еще и ведро Да, семейная Стирка называется Стирка? Нет, вот она у петуха Я поняла, но я чтобы вот Показать, что тут еще и ведро есть Давайте вот так вот Ой, смотрите, девочки Какая прелесть Ну не доделано То есть надо сначала багет отдавать И только потом уже все это обратно Приставить Ну а что? Тоже все вышивальной группы Почему сначала багет отдавать? Ну такая Как его потом не натянуть? Натянуть? Почему? Ведро пришивать надо Пришивайте ведро И отдавайте А, ну то есть в готовом виде можно Да А как же? Все в готовом виде Если я вам потом пошлю Можно? Можно, конечно Да, да В коробочку только положите Чтобы ведерко не смяли А так Ладно Все отлично Это не проблема Только-только вот Такая крутая Слушайте Вот это я такого не видела даже Еще и ведерко дается Нет, это я все покупала А, все отдельно? Нет Там скидывается схема Вышивали все по этапам Ага Это я все-все сама делала Все полотенчики А вот эти все штучки Это где вы покупали? В магазине В этом у нас В рукоделии? Да Слушайте, ну это вообще Ведро давайте не будем посылать Потому что оно будет падать А по работе Как вам можно ставить? Можно Сейчас Сейчас прямо Сейчас, да Вы напишите мне телефон свой На ваш выбор будет И багет, и все остальное Дорогие друзья Если у вас Так же, как и у меня Много теплых воспоминаний Которые, как лучик солнца Будут согревать вас Пасмурную погоду То есть способ Сохранить их На долгие годы Здравствуйте Меня зовут Татьяна Лазовская Я директор Багетной мастерской Лен Багет И сейчас я вам Открою этот способ Старинные современные фотографии Рисунки ваших детей Поделки Медали Какие-то дорогие Вашему сердцу предметы Вы можете оформить В багет Под стекло Для того, чтобы Повесить их на стенку Или поставить на полку Или подарить их Своим близким Вы только взгляните Насколько багетная рама Преображает ваши вещи Насколько богаче И выразительнее Они становятся А самая главная новость Это то, что Вы можете отправить Ваши вещи к нам Из любой точки мира Все, что вам нужно сделать Это отправить по почте Дорогую вашему сердцу вещь Если это фотография То еще проще Присылайте ее В электронном виде Мы ее напечатаем На фотобумаге Или на хлопковом холсте А выбирать багет Мы будем вместе с вами Как будто вы стоите Рядом со мной Благодаря видеозвонку Я буду показывать вам Образцы багета Вы выберите тот багет Который вам нравится И мы в него Оформим Ваше произведение Взгляните В нашей мастерской Более 5000 вариантов багета Золотые Серебряные Матовые Глянцевые Разноцветные Удовлетворит Даже самого Изысканного заказчика А еще Мы можем украсить Ваше произведение Резным паспарту Которое придаст Необыкновенное очарование Вашему произведению После оформления Вашего произведения Мы тщательно Упакуем Очень аккуратно Все завернем В тройную пупырку Упакуем В обрешетку Из дерева Отправим вам В любую точку мира И вложим Сувенир из Петербурга Так что не бойтесь Но если что-то Случится в дороге Мы переоформим Вам за свой счет Если вас заинтересовало Мое предложение Свяжитесь со мной по телефону Или в мессенджерах Круглосуточно И без выходных Все подробности Будут на экране Давайте Подходите Подходите Несите Красоту Свою Давайте Сейчас приколем Сейчас Сейчас Микрофончик Как вас зовут? Елена Елена Я у вас впервые Давно вышиваете? Семи лет Ого Вот это стаж Молодец Вот У меня в основном Маленькие работки Ну ничего себе Вон какие симпатичные Вот это был Марафон Тут вот Четыре полочки Было Но я принесла Только три Ага По сезону Давайте покажем Сейчас Смотри Баночки Нам недавно Тоже приносили Но там Баночки с цветочками В каждой баночке Цветочек Елена Это чей набор? Это не набор был Это был совместник У Ирины Коноплич Авторские схемы То есть, да? Да, авторские схемы Вот Времена года Они назывались И вот Каждая полочка Была пять бутылочек Ну здорово Зима, весна и осень Ну здорово А летняя у меня В процессе А подгорела? Да Не жалко? Нет Для любимого человека Не жалко Ясно Ага Вот Это был А это что такое? Гражданский тюлень Как его показывать? Вот так вот Это вот Ну вот нам надо Вот так показать А это чья схема? Тоже авторская? Это тоже авторская Я Честно, я забыла Фамилию автора Дизайнера Рождественский тюлень Причем Рождественский тюлень Что еще? Ага Ослик что ли? Нет Это веприк А, да Вот теперь вижу Кабанчик Типа, да? Угу Маленький веприк Это от Павы Вот, смотри Мне так нравится Вот эта вот Лягушонка Потому что она На черной конве Очень красиво смотрится Замечательно Вот это тоже панна Ой, смешная Лягушек любите? У меня дочь любит лягушек Я для нее их вышиваю Ясно Панна Это чудесная игла Бутерброд, да Бутерброд Это для кухни, наверное Здорово Это тоже авторская лягушонка Это вот из недавнего Слушайте, на такой миленькой конве Как вы не сбиваетесь Я так не знаю Оно лучше всех Да, кто Кто начал вышивать на равномерке Тот уже Обратно не хочет Ну, это вот тоже Поросюшка такая Да, риолис Поросюшка свинка Это вот Алиса Ой, вот это да Мне нравится Дело все в том, что Вот мы делали такие штучки В одну панельку И делали дорисовку Получается вообще бомбически Но я хочу немножко по-другому ее оформить Я уже придумала А как? Я хочу как старинный лист из альбома Мне ребенок уже написал стихотворение Для этого мы уже практически нарисовали Это осеннюю серию Да, осеннюю серию Она еще не закончена Вот, написала стих она Значит, придумали, как это будет располагаться Остается только сесть Вырезать и оформить Дочку как зовут? Женя Сколько лет? 22 будет скоро Молодец, какая талантливая Да, уже стишок написала Здорово Вот Замечательно Вот это тоже авторская работа Это кто такой? Это Вроде кот А почему с оленьими рогами? Это Йольский кот Йольский кот? Йольский Йольский? Йольский кот Ну, Йольский Я бы прямо сказала Йольский кот Что тут еще? Это еще один кот У вас лягушки и коты Вот это точно Йольский кот Такой лохматенький, да? Это ворон Ух ты! Какой-то! А это тоже авторская Нет, это был набор от РТ РТО? РТО Девочки, РТО Смотрите, какой интересный Мудрый ворон, да? Это же символ мудрости Ну и на закуску еще бутылочки Что-то у вас страсть к бутылочкам Смотрите-ка Что-то такая страсть к бутылочкам Что это будет? Еще не знаю Я вообще хотела брелки сделать Маленькие брелочки Они с двух сторон будут Двухсторонние, да? Ну, я хотела вторую сторону фетровую сделать Чтобы не зеркать Да, это тоже Ирина Коноплич Вот Ага Ну, здорово, красота Еще что-то есть? Все, все Ну, замечательные работки Просто вот Мне ворон прям вот Очень понравился Йошкин кот вот этот Меня зовут Татьяна Татьяна? Ясно Ясно, тезка Да Давно вышиваете? Ну, я всю жизнь вышиваю Да? Да, с детства, да Работа какая-то такая Может быть творческая Тоже, нет? Нет, нет Сейчас поменьше вышиваю Потому что времени не хватает В этой работе Раньше вышивала А кем вы работаете? Я работаю Младшим воспитателем Воспитатель? Младшим, да Да Это тяжелый труд Ты приходишь на это безрублюзнов Времени нету А вот это чей наборчик? Это у меня из книги У меня вот книжка есть Из книга вышивальная? Показите Я ее очень давно По почте заказывала Ой, да Нас такую приносили Кто-то приносил Я очень много из этой книги Вышила вот картин Я очень люблю домики И вообще люблю Хорошая Это хорошая книжечка Да Ну-ка посмотрим Вот какие работки Замечательные Они все у меня висят Все картины дома висят Молодец Еще люблю домики Это тоже из книги Все из книги Там цвета подбираются сами Подбором Подбором, да Но там как-то указано Номерами Указано Указано, да Ты сама все оформляешь Молодец Это обычные рамки Для фотографии Да Ну и хорошо Это все из книги А вот это вот уже из этих А вот это По-моему Вот эту картину Я вообще влюбилась Вот эта картина Вообще Прям так замечательно Я ее за два месяца вышила Так быстро? Ну, мне вообще так понравилось Ага Да Это целая серия Это зима Еще есть Лето Осень Еще есть Это уже Старая Еще Совенок Классно Это тоже вот из этих серий Ой, березка какая Очаровательная вот эта Это тоже из книги? Нет, это из какой-то Наборчика Из набора, да Вот это вот дочки вышивала На рождении Ангелочка У меня вот этот Рамочка была Взяла постирать Она уже не приклеивается Уже Другую рамку хочу сделать Красивую рамку буду делать Вот это у меня еще в процессе Я ее чуть-чуть бы закончила А домик Это тоже времена года Это есть Да, вот это вот это Триолис Ага, Риолис Давай покажем Да, Риолис Вот этот Риолис Мне вот это нравится Мне вот это есть Мне тоже нравится У меня тоже она есть Ага Я купила Только когда вышивать буду Не знаю Ну, скоро Тут немножко осталось Еще чуть-чуть осталось Уголочек, да Уже третий год вышиваю Все, уже времени не хватает Да, конечно Представляешь С детишками С этими Придешь Без рук Без ног Да Вообще Здорово Ну, вот эта книжка Очень хорошая Да, мне тоже нравится Ага Ну, спасибо большое Спасибо Девочкам там Передайте Так, кто там еще Придет к нам Как вас зовут? Лариса Ларисочка Вы из Екатеринбурга Из Екатеринбурга Я вообще аборигенша 61 год Прожила здесь Родила здесь И живу здесь Закончила технику строительной Здесь работала А кем работали? С верловщицей Работала на заводе Лучше не спрашивать Потому что это страшный труд Это очень страшный труд Не женский вовсе Внук Ходила с внуком На Как это называется На учебу Шесть лет ему было Школа развития И девчонки там Увидела, что вышивают Я говорю Ты что вы тут такое делаете? Вот вышиваем Я, значит, подошла Они мне показали Молодые девчонки Я думаю Ну, схожу, куплю Попробую Первую вышила Маленькую Такую вышила Значит, вышила Я ее два дня вышивала Потом постирала Погладила Естественно, я карандашом Это все Рисовала Карандаш остался А уже вечер Поздно Значит, муж Муж на него Лег спать Я, значит, прокрахмалила Все Простирала Значит, проутюжила И думаю Как так? Я такую работу сделала Он спит И не так обидно было И вот ходила По двухкомнатной квартире Думаю Куда же это повесить? Куда же это повесить? Думаю Надо сначала рамку купить Вот потом На следующий день Купили рамку А он, значит, закрепил Вот такая маленькая работка была Вот с этого начала Вот и постепенно Постепенно Ну вот я И дошла до таких габаритов Да Ну я постоянно смотрю ваш блог Ну я вот хочу еще спросить Вот Эсте Фирму вот это очень сложная Она в городе в нашем продается Я вот не знаю Ее по интернету надо покупать Только тогда Да Через Я еще хотела сказать Что вы по электронной схеме не вышиваете Нет Хочу научиться Надо Говорят легче Я вышивала 30 на 40 Зимний пейзажик 9 месяцев 30 на 40 Представляете? Ну там где голубое, да? Я видела у вас А потом я вышивала Чуть побольше По электронной схеме 3 месяца Представляете? Всего Надо научиться Это просто Просто надо ее закачать И начать Вот это слово закачать Для меня это вообще Надо чтобы дети У меня тоже Я сама не бум-бум У меня дети это все делают Закачивают Внук тогда придет Для которого я вот Да, да Он все вам сделает Понятно А я еще знаете Хочу похвастаться Я без очков вышиваю Ох ты Я хорошо вижу близко 18-ую канву Ничего себе Вот это круто Вот это круто И все удивляются Как так Я говорю Ну хорошо Вижу близко У меня папа Ушел 82 года И тоже без очков Даже читал Даже самый мелкий шрифт Молодец Ну это конечно Это болезнь Честно говорю Это вот жить Не могу без этого Если я два дня Вот какой-то праздник Новый год Или еще что-то Если я не вышивала Все У меня уже руки не такие У меня уже иголка Не так все идет Как-то Я уже на себя Себя начинаю ругать Это болезнь Потому что это наркотик Покажите Пусть супруг принесет Вашу работу Покажет А он вам помогает? Супруг помогает? Ну он в чем-то помогает Очень помогает Ну конечно Иногда приходится готовить ему Когда я сижу Привезти Увезти Иногда И привезти И увезти И рамочка Очень хорошо подобрана Отлично Оформлена Замечательно Она прямо идеальна Сюда Вот эта рамочка Спасибо багетной мастерской Которая находится На старой сортировке В городе Екатеринворк Молодцы Очень хороший Сергей Мастер Серега мастер У нас тоже есть Серега мастер Хорошо очень Она подходит Отлично Ну это не сложная работа Сложно-то конечно Когда много цветов Вот это сложно А здесь сколько было? А здесь Где-то около 40 Где-то 43 Да Тут немного А что-то еще нам Грандиозное принесли? Да и так А? Вишем? Да Давай Несите Татьяна Лучше встать по краям стола И поставить работу на стол Давайте вот сюда ее Она легкая? Там специальное Какое-то стекло Не знаю Как Уже не помню Как называется Вот красота Подбальше Вставать из дня Чтобы память была А мужчину показать Который вдохновляет Который это все терпит Да Который вдохновляет Вдохновляет Который вдохновляет Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот такой вот как бы, вот видите, он прямоугольником так же оформлен, да, как бы. И у нее очень интересный багет, вот в виде вот, как их сказать-то, шишечки, там, желуди или еще что-то. А вот у вас есть такой вот в вашей мастерской? А у нас есть, знаете, у нас какой есть багет? У нас есть багет, как бамбук. Он похож на этот очень. Бамбук? Как бамбук, красивый такой. Ага, а можно вам как-то написать, чтобы спросить вот именно про вот этот багет, чтобы посмотреть фотографию? Сейчас, сейчас, если я дозвонюсь, сейчас. Нет, не надо таких сложностей. Ну что, мне сейчас скинуты все фотографии? Чем беспокоить? Нет, нет проблем. Три месяца работы. Алло. А, нет, три месяца. За три месяца вот это вышли? Да, да, да. Так быстро? Здесь очень много, это, бэкстичи, вот вообще, везде бэкстичи, везде, как бы, ну, три месяца, прошлом летом вышивала. Как красиво-то, штучки вышивали. Да. Ну, красиво. У Торезы вот именно хотела вышить, именно камелот. Вот как-то, там есть у нее, конечно, интересные, там, и парки, и фазаны, и там, и все остальные, и морозный ангел тоже красивый очень. Ну вот, это нравится, потому что люблю, вот, да, давайте покажем, давайте покажем. Смотрите, какая красота. Вот, красивая. Вы где-то схему брали? Я ее покупала на официальном сайте. Она в интернете есть, но там очень плохое качество. Если найдете, то там плохое качество. Ну, я покупала вот этот. Ну, давайте пока покажем вот эти. Очень нравится мне Савиный лес. Девчонки молодцы, талантливые. Очень красиво у них там, конечно. Я в этом году с ними познакомилась. Тоже Савиный лес. Кофейный сэмплер тоже есть, но не выше-то еще. Вначале сам. Очень красиво. Там у нас еще есть разные багетики. Ну, у вас тоже в основном это прямоугольные, квадратные, да, такие оформления? Ну, у нас есть овалы. Мы режем, у нас режут паспарту разных форм, разных конфигураций. И так она может вырезать вам, у нас девушка, паспарту и сделать какие-то вензеля вот на этом месте, например. Вот, например, вот что-то вот такое, вот косичку какую-то вот здесь изобразить, вот тут вот, и получится у нас как бы паспарту вот так вот, да. И вот... Это как бы занято будет вензелями, да? А здесь будет занято вензелями. Она вам придумает и накидает. Я очень подумаю. Тогда, потому что я вот уже сколько полгода хожу, времени никто не может, в принципе, сделать. Может, из этого у нас парень сделать, конечно, такую рамку запилить. Можно сделать, если хотите. Ну, ладно, я подумаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне очень нравится ваш сайт. Я всегда смотрю там, там интересно очень. Даже показывают, как они у вас так делают. Ловко там мужчина какой-то, как оформляет так раз и так, так, так. Интересно очень у вас. У вас очень много багета красивого. Очень спасибо вам большое. И вышивки ваши тоже смотрю. И вышивки ваши тоже смотрю, как вы вышиваете. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо, девчонки. Спасибо, что вы приезжаете. До свидания. До свидания. Это совместная творчество. Совместная? Угу. Ну, что-то я вышивала, что-то она вышивала. Это две сестры? Нет. Мать и дочь. Да? Как вас зовут? Юлия. А вас? Марина. Так, и сколько лет вы шиваете? Ну, я с 11 лет. Лет 10. Ну, лет 10, да. Мама 10. Ну, мы с перерывами. Перерывами? Да, с перерывами. Это Ланарте? Нет, это ботаника Вероника. Аженера? Как я правильно? Французский бушвальсец. Да, похоже на... Да, у них целая серия. До сих пор выходит. Да-да-да. Как же она называется? Сейчас вспомню. Ботаника. Сейчас, сейчас я буду вспоминать. Ботаника? Это Ангкор. Ангкор? Да. Ох ты, какие красотки. Гейши. Чудесная игла. Чудесная игла. Натюрморт. Ой, какие красивые. А чей набор, девочки? Вот этот. А? Буцилла. Правильно? Буцилла, по-моему, да. Да-да-да, буцилла, буцилла. Точно, есть такой. Они редкие? Очень красивые. Так. Ой, какие ринки. Панна. На, это... Чтобы исполняли желания? Да. Так. Так. Это чьё у нас? Дименшенс? А, ну да. Старенький. Да, раритет. Это лукас. Это лукас. Это, ага. Яблоки. Лукас. Лукас наш любимый. А тут с бэком лукас. Обычно они так мало, мало у них бывает бэком, но тут с бэком у вас. Ой, какой снегиёк. Это чей набор. Мария-искусница. Хорошенький, рождественская звезда. Шикарно. А как начали вышивать-то? Как так случилось? А, мол... Ой, я уши не помню. А в магазине, по-моему, у людей, продавщица сидела, вышивала. Увидели и тоже потели, да? И что-то тоже захотелось попробовать. Ага. Так, так. Снова... И понеслось. Да. Снова лукас это. Ага. Это мышка, да? Ага. Угу. Так, нашили. Так, сапог недоделан. Да. Когда доделаете? У нас один только ещё тут готовый. А их несколько нашим будет? Ой, в планах много. Ага. А у нас готово... А, есть... Есть... Есть такая... Ох, у меня такая тоже здесь. Эту я тоже вышивала. Я бэк шила, 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 потом бросила и... И вот висит, где бэк, где не бэк, ничего не видно. Где есть, где нет его. Я вот это место вот шила бэк, а вот здесь уже бросила. Нет, слушайте, какая разница. Я не бэк шила. Это просто это, каторга. Ага. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok но я не видела такое нам не приносили еще такое направление так интересная красивая мне все такое сказочное все нравится мой там какой-то да какой-то льном идет лошадка очень красивая а как называется хайфер вы работаете работаете ну тогда понятно это еще быстро так вышивать да и работать и вот такое вышивать да но мне не первая такая большая работа у меня есть вечерняя сказка нет а я вот тоже не могу на такое решиться не к если электронная схема если нет кейс рабочее место нас за станком уши наши ничего страшного девочки кто еще хочет показать давайте не сидите свои работки здравствуйте садитесь новичок это хорошо сейчас как вас зовут татьяна татьяна понятно так и и новичок как как недавно вот прям недавно недавно да все началось мне сестра вышивает она у меня проводник она мне говорит вот как бы всем не рассказывал показывала и тут что-то стрельнуло я сходила на вышфест вот в екатеринбурге посмотрела но тоже вот это когда видишь когда вот это все перед тобой я так загорелась дайка возьму взяла набор один потом понеслось залезу сюда посмотрю это это надо это и набрала уже набрала да очень много но вот вышивать вот по времени очаровательные очень хорошенько это чей наборчик это аистэбл аистэ аистэ до набора я даже не знаю что из этой же не серия но вот у них тоже аистэ они производят да это симпатичная уча и самое главное что вот в этой рамочке прямо шикарно это продаются а не менее это вот девчонки покупают и вот так запяливают и вышиваете тут потом можно все это закрыть вот такого черного смородинка ну красиво эти какой ковер за что я не видела никому не показываю свою изнанку еще начинающая девочка так что тебе просить да это да у нас ко мне пришла одна вышивальщица но она очень крутая у неё что лицо что изнанка одинаково слушайте и стала меня учить я буду тебя учить как правильно вышивать и она мне говорит здесь вышиваем здесь подныриваем здесь пропускаем здесь я так смотрю но это в три раза дольше я говорю мне это не подходит столько набрано набора что мне надо жить до 150 лет чтобы их не вышить во первых а во вторых я говорю не до него я здесь пропускаем это я уже забуду и все запутать нет я не настоящий герой я не не могу вот так вот вышивать чтобы была красивая изнанка хотела вот это оставить давайте с удовольствием вот не стирано ничего я постираю вот вот только телефон татьяна это татьяна я помню добрый день как вас зовут добрый надежда очень приятно вы давно вышивайте давно но для себя и в удовольствие правильно это так и должно быть потому что надо только в удовольствие правда девочки потому что еще много всего в жизни интересного на пенсии чем еще занимаетесь я классическую музыку изучаю а потому что оставила музыкальную школу теперь жалею а не хочу наверстать молодец изучаю живопись так хожу в театр на выставке молодец хочу освоить чинтезатор немножко английский правильно поэтому там лежать сколько вам лет если 71 у нас с вами ровесницы поэтому много дел молодец правильно так и надо вот мне просто с работы никак не отпускают а то бы я наверно тоже так же занималась всем по чуть-чуть нет я тоже на работу еще когда приглашают хожу и на работу еще ходить нет только на 100 ну если попросить запросить а кем вы работали раньше библиотеке для слепых а о какая у вас достойная работа очень интересный комментарий для слабовидящих и для ясно очень благородная у вас работа но показывайте что что думает у дома это вот это диминчо недавно мы оформляли как раз в предыдущем ролике увидите такой ахангель так это панна а вот эти вот эта серия мне очень нравится там у них и эти и озера такие пейзажи кикой это млечный путь ты сушки как красиво то а это чей набор а вот уже не то сделай своими руками не то сделано с любовью или адриана 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 очень интересная работа красивая здорово ну и вот мы о олень да это называется оленью угодья один раз мы такой оформляли всего один раз не все решаются такую красоту уж на черный конвес дочке себе забирает над камином хочет нас я беру там видимо будет но красивая работа и сейчас я начала для души как всегда нашу уральскую рябину челябинский художник картину писали по ее карте по его картине создали схему овен нитки нитки лукавец вот а чем лукавец уж пользуются я не знаю и такие игроки лукавец да прямо там указано и такие они мягкие приятные на ощупь да тактильные ощущения обалденные вы это можете оценить потому что вы с лепыми людьми работаете а картинку уральская рябина эти какая хорошенькая да девочки такой сюжет теплый приятный что-то бабушкина напоминает да 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 такое из детства что-то да 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 но очень хорошенький сюжет просто бомбический прямо с удовольствием хочется туда да слушайте ну вот опять пойду ведь куплю мне уже нельзя ничего покупать нельзя все равно вот ну как такое не купить да но это вообще чудо это наша россия наша россия наша страна ведь опять побегу и куплю ведь вот такая давайте скорее прячьте этот набор а то я ведь побегу и куплю мне так нравится размер размер какой 30 вот и 30 31 на 50 ого ого большой вот что значит умеют наши художники наши дизайнеры потом для нас для вышивальщиц очень здорово довольствие какой нам доставляет и мы сами себе вот это я понимаю дракончика здравствуйте как вас зовут меня зовут светлана светлана давно вышиваете давно сколько лет ребенку моему четвертому 19 вот 19 19 лет а кем работали главную и работа сейчас главный бухгалтер ну у нас очень много бухгалтеров выживает это точно наверное хочется отвлечься от цифра когда ну это меня за девиз не дня без крестика это такое дело заразное но это вот мой текущий процесс я начал Это что такое? Это магнитик? Магнитик? Тоже такой. Тоже дракончик. А чей набор? Это РТО. Слушайте, так РТО продвинулось. Я была вот когда на формуле рукоделия, у них такие хорошенькие эти пейзажики и наборчики такие красивые. Я дракончик и решила, что... Я дракончик. А вы-то молодой дракончик, это постарше вас? Да. Ну хорошо. Это Анна. Дочка четвертая Анна, это я ей вышиваю, чтобы она... Это у вас четверо? Четверо. Молодец. Молодец какая-то. Да. Это вот у меня... Сейчас вот извините, что не погладила эту миссию. А они сколько лет? А они сколько лет? Вот 19. У нас студентка. Здорово. Так, это у меня Кмасленица. Это Реольфский? Это Кмасленица. Дома она картинка, как картинка. Сейчас расскажу. Вот. Экспозиция такая. А дома много висит? Много. О, какая хорошенькая. А это... Это Ланарте. Старый. Очень старый набор. У меня вот родилась... Да. Родилась внучка, и я ей... Именно она такая вот. Попкой кверху спит. Вот я хотела оставить вам на оформление. Хорошо. Хорошо. И вот это тоже. А это Кандамар. Очень старый. Видите, тот квадатичный бэк еще. И вот я ее вышила. Тоже хочу оставить вам на оформление. Хорошо. Очень симпатичная. Да. Очень. Я вышивала с таким удовольствием. Она такая интересная. Да. Такой сюжет великолепный. Ну, это прям раритетная работа. Да. Девочки, это рту. Я даже не ожидала, что она такая будет. Я хочу сумку. Не очень будет на сумку богата. А что? Здорово. Такую на летнюю. Типа шопера. На шопер, да, да. Здоровский. Будет привлекать внимание сильно, да? Да. Как у меня муж все время говорит. Почему ты покупаешь красную сумку? Это у меня такая... Привлекение. На блокнот, потому что я это... Это сама рыба. Все, живая какая-то. Рыбка. Рыбка такая, да. Блокнот хочу сделать. Рыбка и дракон, да? Да. Сейчас у тебя и положу. Это вот Dimensions. Ой, какая хорошенькая. Шкатулку хочу сделать. Такую. Да, шкатулка будет красивая. Ой, нет. Спасибо. Это вот я рыба. Это девочки этот. Сейчас скажу. Она вот так вот. Вот так вот, да. Тоже ежедневник хотела или еще чего-нибудь? Вот это моя первая вышивка. Это золотое руно. Сумка была. Так. Вот не знаю. Сумка уже, наверное, она, знаете, таким была, с акваяжиком таким, кладчем. Думаю, может, подушку сделать или все-таки сумку, как Алена Григорьева. Ой, слушайте. Сделайте сумку, она будет крутая. У нас девчонки есть в Питере. Они вот делают кожаные сумки и вот такие вставляют вышивки. Вот. Так. Это глаз не оторвать девочки. Какие сумки красивые девчонки у нас делают. Это, конечно, надо в интернете их найти. У меня была визитка, но я потеряла. Так. Ну, сумочки просто они делают бомбические. Косячок такой, что не отошел это. Ну, в рамку войдет же нормально. Да, да. Это я загадывала на дачу. Дачу я приобрела. Получилось? Получилось. О, девочки, это сгибается. Мечты. Коттедж. Видите, выживает кто-то мечтает. Да, да. А маячок-то тоже на мечту, между прочим. Вот. Это я сыну, чтобы он удачно был дать. Маяк на мечту тоже вышивается. Только нельзя говорить, когда вышиваете. На какую мечту. Это золотой руно. Ой, такая прикольная. Мне нравится. Я еще застеснялась взять много. Пожалуйста. А это Новослобода. У меня дочка последняя занималась профессиональным фигурным катанием. И вот и мне так. Все, что связано с кальцами. А что, все дочки? Все дочки и мочки есть. У меня лапочка-сыночек есть. Один? Три дочки и лапочка-сыночек есть. Да, у меня 38, 36, 32 и 19. Замечательно. Сейчас я студентами работаю. Я работаю в Листехническом институте со студентами. И она студентка. В общем, мы с ней на одной голове. Замечательно. Да, да. Я тоже так боялась. А сейчас думаю, господи, как хорошо, что у нас есть. Да вы что, конечно. У меня две внучки. Вот сын, не жена. Так, надо для сына, надо для сына моя. Я начала вышивать волков у Овена. Да. Пару волков. Ну, как трудно он не женится, так она трудно идет. Не хочет никак, упирается по арене. Так, так, давай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас принесу. Не ходит, но активно вышивает. И вот. И у нас в городе проходила в библиотеке выставка. Как зовут? Меня зовут Юля. Юлечка. Я вышиваю года три. Наверное, это в связи с тем случилось, что у меня двое маленьких детей, и я с ними делаю уроки. И пока они сидят, пока они пишут, я поняла, что мне надо чем-то занять руки. Так. Взяла иголочку и потихоньку, 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 потихоньку. Стала вшивать. Да. И прям плотно подсела на иглу. Так вот. Да. Вышивала Марию с кусницей, Алису, Овин, ну вот все такие популярные. Лукас. Это вот прям совсем маленькие, миленькие работки. Вот это симпатично. А чей это наборчик? Это сделай своими руками. Мне нравится эта фирма. У них очень такая ценовая политика. А канву сама красила? Да. Молодец. Красила с помощью чая, кофе, прям в духовке. В духовке? В микроволновке, говорят, хорошо запекать. Мне не понравилось. Да? Плохо запекаются? Мне хотелось больше переходов темных. Вот в духовке это получилось. Ну здорово получилось. А еще, знаешь, их вот так вот заматывают, вот так скручивают. Да, да, да. Вот так вот жамкают, жамкают. Да, да, да. И потом опускают воду. А это? Это английская, американская фирма. Это какие-то травы, да? Да. Вот так? Это фирма, не помню, как она называется, она занимается с Хэллоуином. У них все вышивки на тему Хэллоуина. И это у них ядовитые растения. А-а-а. Да. То, что не надо брать в руки, короче говоря, да? Да, да, да. Это... 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 Риолис. Риолис, да. Шиповник. Любимый. Я вышиваю только цветы. Только цветы? Мне их нравится выращивать и вышивать. Да? Думаю, много цветов. Да, да. Все подоконники. Ага. А что у вас... Это работа. А что преобладает? Какие цветы? Розы, шиповники. А на окнах? На окнах герань разная, разноцветная. Ну и однолетки в саду. А я вот тоже... У меня участок 10 соток. И он весь в цветах. А, как хорошо. Понятно. А это вот чей я забыла? Это тоже сделай своими руками. Своими руками, да. Очень хорошая герань. А еще... Мое второе хобби смотреть ваше видео. Да, это прям... Не вылечить. Да, говорят, не вылечить. Да, это очень успокаивает. Потому что даже обмен между багетными мастерскими, вот идеями в оформлении, это очень здорово. Да, мне сказали, что мое оформление смотрят везде, в разных городах, багетные мастерские. У нас один мастер, он был из Волгограда, и у него мама с папой там, и он уехал как-то на два месяца туда пожить дома, соскучился. И там ходил подрабатывать в багетные мастерские. И говорит, во всех мастерских смотрят. Говорит, да. Да, 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 да. Ну, правильно, потому что если какие-то идеи новые все-таки... Да, вообще обмен информацией. Да, 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 это очень хорошо. Потому что когда ты крутишься в собственном соку и не видишь, как другие живут, это... А когда увидел какое-то оформление, думаешь, вот это мне подойдет, вот это мне не очень подойдет, а вот это ко мне в интерьер классно будет, да, девчонки? Это же еще надо, чтобы и в интерьер хорошо подходило. Вот так что в Новоуральске вас очень любят. Да, спасибо. Всем привет передавайте в Новоуральске обязательно. Да, да. А вы вышиваете? Ну, чуть-чуть. А что, не принесла? Не принесла? Принесла, но они такие страшные. Ну, покажи. Ну, покажи, да перестань, страшные. Они страшные, пока не оформленные. Тряпочка тряпочкой. А как оформишь, даже вот какую-то маленькую. Девушка из Нижнего Новгорода, она вот такие маляпуски вот мне присылает на оформление. И мы с ней долго обсуждаем это все, как это оформить, какие багетики, все. И вот сейчас она стала побольше вышивать, уже вот такие вышивает. Вот, давайте. Меня зовут Елена. Так, Леночка. Я из Верхневенска, здесь недалеко. Маленький поселок. Вот так, хорошо. Работаете кем? Работаете? В детском саду. В детском саду, скитательница? Нет. Я работаю няней, да. Няней тоже, это очень важное дело. Ну, это религиозная вышивка, это я мужу. Это молитва какая-то, да? Это, да, да. Я мужу вышивала подарок. Ага. Вот. И здесь тоже. И это тоже. Она тоже вот так, да? Да, да, да. Вот. Ну, это... Ну, попробуй выше такой швист. Это из фикс прайса, первые мои работы. А что, хорошенькие. Да, купила. Знаешь, что из фикс прайса? Они очаровательные, правда, девчонки? Ну, с чего-то же надо начинать всегда. Да. А это я на Алиэкспресс заказывала. Слушайте, а мне нравятся черно-белые. Они такие интересные. Вот смотрите, какие. Здесь делают черно-белые паспорты и тоненькую черную рамочку. Будет супер, как красиво. Ну, у меня несколько таких работ. Там еще есть... Это... Очень интересные. Алиса в стране чудес. Еще, да, да. Ну, она классная. Очень хорошенькая. Мне очень нравятся такие работки, вот эти вот черно-белые. Мне сейчас... В Челябинске пришла одна женщина, и целую пачку вот такую вышивок подарила. Подарила вот просто неоформленных. Я их обязательно оформлю, мы их повесим и целую сделаем прямо экспозицию. У нее много очень черно-белых как раз. Ну, к сожалению, не достать. У меня уже убрала их уже там далеко в чемодан, поэтому мне вам не показать. Ну, так вообще... Прямо целая вот такая вот стопка работ, которую она нам вот просто взяла и подарила. Я была так поражена, потому что вышиваешь, вышиваешь, столько души вкладываешь, столько труда, да, и... Здравствуйте, как вас зовут? Надежда. Очень приятно. Что вы нам принесли? Давно вышиваете? Да, вышиваю я давно, всю жизнь была одна процессницей. И вот фактически, наверное, с ваших видео, вот именно этих встреч, я вдруг поняла, что мне одного процесса мало. Я хочу вышивать все и сразу. И вот, ну, сейчас у меня, наверное, процессов семь. В масштабах ютуба это мало, но все-таки. Вот я хотела сразу же... Вот эта работа, вот я ваше видео смотрела в прошлом году и принесла женщину вот такую работу. Да, да, только была черно-белая. Да, я на следующий же день поехала, все купила. Так она мне понравилась. Да, интересная работа, да. У нее была черно-белая, да. Очень красивая. Ну, она, да, такая, знаете, интерьерная работа. Да, это вот вторая работа, которую я вышиваю себе. Я как бы себе не вышиваю. А так куда? Всем раздариваете? Да, да. Ну, родственники ценят это? Ну, так я именно близким дарю, чтобы... А, ну, правильно, да. Я не любитель наборов, я все-таки люблю журналы, авторские. Это из журнала. Ага, автобус. Автобус из журнала. Будут же спрашивать, откуда, откуда, чей это набор. Да. А журнал какой? Наверное, вышиваю крестиком. Мне так кажется. У нас в Челябинске одна женщина. Она, кстати, у нас была раза четыре в Питере у нас, в багетной мастерской. И мы тут с ней встретились. И она мне перед этой встречей пишет, а можно я принесу кучу журналов? Я ей говорю, Венера, я говорю, а вдруг не разберут? А у меня выбросить рука не поднимется. Я должна буду тащить это всю кучу. Я говорю, давай спросим женщин, если им надо, принесешь тогда. Ну, в общем, как-то, ну, слава богу, вот я тут принесла, оттуда привезла. Вот схемы даже вот на столах лежали. Если кому-то надо, забирайте, потому что мне их не увезти. Там очень есть интересные сюжеты. Тут видно, как сказать, что для меня важнее процесс, чем результат. Мне нужно было начать прямо вот сейчас. И вот какой отрезок нашла, дом в таком и вышел. Сейчас уже думаю, что ты такое сделала. Да, надо было чуть-чуть хотя бы побольше. Вот здесь вот жалко. Зайчик будет прямо под самую рамочку. Ну, вот, в общем, все равно не могла остановиться, не могла. Это тоже авторская? Это авторская, да. А кто автор, не помните? Вы знаете, украинский дизайнер. Что-то название такое, типа Неженка Надин, может быть. Надин? Надин, да. Неженка Надин у нее аккаунт. Она сейчас, соответственно, уже, я думаю, сюда не продает. Но я успела купить схему и вышить. Это мои отдыхалочки. Я так отдыхаю от многоцветных схем. Ох, какая, девочки. Смотрите, какая интересная работа. Какая панелька классная. Это Рената Паролин. Итальянский, по-моему, дизайнер. У меня много схем. Уже не первую я вышла. Из интернета накачала? Да, наверное, кто-то мне их скинул. Я не помню. А по бумажной схеме или по электронной? По бумажной. По бумажной? Да, на бумаге. Я перехожу на электроны, но не на сагу. А, там, да, там есть еще. Много их. Да. Это тоже очередная журнальная схема. Ну, я дочки вышивала. Вот это вот. Мороженка. А это? А это я там для другой своей схемы дошиваю. Ну, долгий рассказ. Ну, так интересно, для какой? Это очень тоже старинная схема из старого журнала. И я выбрала неудачную канву. Там полка книжная. И это тоже картина на стене висит. И получается... Тут надо добавлять будете? Да, да. Придется как-то вшивать, потому что на той канве пяти там не вышить. А, а это пяти там? Ну, маленькими крестиками. Ой-ой-ой. Когда есть время, вот сажусь, немножко ковыряю, потом пять бросаю. Молодец какая. Так это мелкая. Ой-ой-ой. Что там еще красивое у нас? Так, это из книги «Французская вышивка». Хотела на Новый год, но так и не повесила никуда. А есть своя книга? Да. «Французская вышивка» есть. Они... их много же? Да? Книг, да, с дизайном. Она уже на русский язык переведена? Да, их продают здесь. Да. Я что-то и не видела. Может, я просто... Или «Французские узелки» или «Французская вышивка» называлась. Да? Надо будет посмотреть. Они разные тематики есть? Есть такая книжка и «Кабинская вышивка». Там вообще... Это вот совсем-совсем старинная. Ага. Их 4 сезона. Что-то я их никак не возьму за другие. Это типа альфонса мухи похожи. Да, да, да. Тоже из журнала. Интересная очень. А это я принесла текущие. Нет. Ее принесла, потому что все равно она закончена сама по себе. Но здесь еще очень много листвы будет. Ага. То есть цветок, а потом еще здесь. На цветке еще километры Бека впереди. Очень сложно для меня. Ой, как я... Да? Как я тяжело с Беком работать несложно. Но мне нравится. Я вообще... Вот многие, да. Есть девочки, которым нравится, но большинство все мучают. Да, сразу фактурно так получается, да? Но это тоже старинная дизайнерская. Я ее давно купила. Вот, наверное... Какая хорошенькая. С ней я уйду, скорее всего, в многоцветки. Нравится мне это. Давай покажем. Нравится ковыряться, нравится шить. А чей набор? Она только ВКонтакте, Нинель Котовская. Вдруг кто-то заинтересуется. Она вообще красивые схемы создавала на тот момент, лет 10 назад. Говорю, вот сейчас почему-то как-то она уже не работает с этим. Вот это очень хорошенькое. Прямо, слушайте, живые детишки, да? Прямо так здорово. Наверное, меньше 100, но и больше 50. Может даже больше. Я не знаю. Я не знаю. Очень здорово. Молодец какая. И столько процессов. А как вот 7 одновременно? Вот одновременно. Да мне кажется, нет. 7. Кто снимает видео, блогеры, да, как их назвать, там есть, они же говорят, и по 20, это минимум. Ну, а сколько это будешь вышивать-то, вот 20 процессов? Пока. Я вышиваю по неделям, меняю по неделям. Если хочется какой-то еще продолжить, то еще неделю добавляю. У меня также, вот кто-то здесь сказал, не дня без крестиков. Но выходные могут выпасть. А так у меня получается, я работаю дома, и я могу. Что-то поработала, и тут же раз поставила перед собой. Быстро сделала, опять смотрю, работа, опять поработала. Так, из-за этого я быстро шью, потому что мне никуда не надо ходить. Вот. Ну, все равно мне кажется. А под ваше видео я не могу вышивать. Почему? Потому что я вот так вот сижу, не могу оторваться. Кто-нибудь пришел, я пока все работы не просмотрю, вот так вот сижу. Вообще ничего не могу делать. Даже в своей вышивке мне так нравятся все работы. Я каждый раз, такое разнообразие. Я думаю, господи, мне все надо, все. Я вот всегда так смотрю. И вот вы как-то поехали, ну, анонсировали свои встречи, все. Я села и только в ютубе листала, когда видео появится. А представляете, как мне тяжело работать? Это вредный цех. Да, да, да. Это ужас. Это точно. Я что, не увижу все? Вот сейчас увидела эту уральскую рябину. У меня уже прямо внутри все горит. Сколько дома наборов? Ой, много. Много, девочки, много. Но я сейчас, знаете, как делаю? Я уже давно так делаю. Я, если один набор покупаю, я делаю ревизию и два приношу кому-нибудь дарю. Чтобы хоть как-то избавиться. Я уже понимаю, что я каким-то охладела совершенно. Не думаю, ну, надо как-то избавляться. Но так же нельзя. Коттедж. Тут вот дерево. Но все равно в другой раз смотрю, думаю, вот этот надо бы отдать. Но жаба душит. Это уже закончено? Да. Вот она так будет выглядеть. Она вот такая, да. Здорово. Ее надо смотреть на расстояние. Она тогда вот... Вот отсюда выкатывала. Вот видите, девочки, вот смотрите, вот издалека. Видите, ее надо видеть? Это как гравюра. Да, 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 да. Видите, вот так вот издалека, когда смотришь, вблизи непонятно что. Просто кучность крестиков дает цвет. Вот нам такую приносили, черно-белую. Вот я ее увидела и все. И все. И захотела. Ну, интересная работа. Нет, там тоже красиво было. Там тоже красиво было. Просто из-за конвы, возможно, я так сделала, не помню. Ну, здесь идеальное сочетание конвы и вот этих ниточек. Правда? Да, теперь только рамочку такую подобрать, вот чтобы она сочеталась с этим. Будет просто супер. Очень интересная работа. Молодец. Татьяна Викторовна, а самую сложную, которую вы вышивали, сколько цветов? Ой, сколько цветов, я не помню. Но я вам скажу так. Я купила золотую руну, урок пения. Посмотрела, что там 180 чем-то цветов. Вот так открыла. И закрыла. Закрыла и положила. Девочки, давайте сфотографируемся. Торт forte. Смотрите. Торт�. Торт футболкин. Торт футболка. Торт футболка. Торт футболкаinc. Смотрю ваши ролики уже 5 лет и это скандалом не стимут на оформление вашей багетной мастерской и вообще на оформление своих работ. Я в восторге. Спасибо большое. Жена ваша мастерская, счастье в семье? Конечно. Оно, нет, оно, как скажем, поначалу мне было очень тяжеловато, потому что, естественно, никакого внимания в этом нету. Мужик остается один, но как-то уже свыркся, мне стало ей нравятся картины эти, то есть даже мы выходим выбираем рамки, без моего слова она уже рамки не может выбрать, потому что я свою ношу лепку именно, с моих слов она уже рамку выбирает и как бы нам нравится это все. То есть совместно уже я как бы привык к этому, ну и все делать. Терпение труд, все перетрут. Получается у вас тендерр, у нас супруга выбирает сюжет, а вы выбираете оформление. Да, конечно, конечно. И мы уже это совместно делаем, как бы мне это уже тоже нравится. Ну, как бы свыкся со своей, как говорится, самой участью, да. Участью, судьбой, да. То есть мне нравится, честно говоря. Вопрос, который я задаю всем, у вас дома остались свободные силы? Еще немножко только осталось, честно говоря, немножко. Я могу даже показать, зал занят. Да, конечно, выйти. Да. Это вот зал, картина, вот она девять лет вышивает. Сейчас буду показывать, там еще будут, там даже будут работы, которые кузнец мне сделал на работе. Ну, это вообще тоже шикарное. Это потом, попозже сейчас мы показываем. Вот то, что у нас в зале висит картина. Вот мы рамки выбираем, то есть совместно. Это вот мы возили на выставку тоже, еще не распаковали. Просто у нас просили выставку, мы картины даем, то есть просят когда люди. Вот то, что она вышивает. Мне, конечно, нравится. Красиво, приятно. Глазы радуются. Картина, да, вот еще вот вышивает она. Сейчас я буду показывать. Сейчас вот три таких вот этих подсолнухов. Это с другой стороны. Вот кузнец мне выколол розу. А из костыля железнодорожного подкову сделал. Вот, то есть роза вот так вот идет. Далее. А это слон тоже кузнец. Все руками сделал. Дальше третья картина. Сейчас дальше. А это роза льня? Да, да, да. Это сбоку. То есть вся стена у нас, собственно говоря, почти занятая. Сейчас перейдем в спальню. Вот это спальня у нас. И вы как-нибудь цветы сможете? Она, как бы, да, любит особо цветы. Но мы вам показывали, что вот два тигра. Это внук попросил, она два года, два месяца вышивала. Вот это спальня у нас сделано все. Вот это то, что сейчас она вышивает. Что-то 121. Ника разная. Как-то, да, говорит, не нравится. Я говорю, давай не будем вышивать. Нет, говорит, буду вышивать. Я говорю, ну ладно. Сейчас тут еще одна какие-то. То есть все стены завяжены. Поддержу. Поддержу, конечно. А что делать-то? И ей веселее, и я прихожу с работы. Она как бы дома сидит, а я работаю. То есть я прихожу, ей помогаю. Куда-то едем на выставке или что. Даже сегодня приехали мы. Она говорит, поехали. Я говорю, ну поехали, что делать-то. Так что помогаю, конечно, помогаю. Что делать? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Варвара зовут. Давно вышиваете? Вот это моя первая работа. Вот это? Да. Я ее вышила и месяц вот всего. Всего месяца вышиваю. Смотрите, у этих ангелочков, наверное, все вышивают. Хорошенькие. И оформили отлично. Ну, да. В местном багете. Хорошо очень даже, да. Ну, что вы видели, как надо оформлять. Это очень здорово. Да. Угу. Вот я всего месяца вышиваю. Всего месяц? Да. И вот это вторая. И вот это вторая работа. Вот это вторая работа. К Пасхе. Магнитики. Это магнитики будут. А что мечтаете? Что в мечтах? Посмотрев ваши видео, я уже столько накупила, что я сейчас не знаю. Не знаю. Я уже и пионы купила. Хочу. Так. У мамы в сентябре будет с папой 40 лет совместной жизни. Да. Ну, как это. Замужество. И я хочу вышить пионы. Огромные такие. Риолис. Здорово. Не знаю, справлюсь ли. Для первого раза сразу же. Ну вот. Они, по-моему, на крупной канве. 14 вроде, да? Да. Ой. Ну, это быстро вышится. Там будет много вот этих вот в пионе. Ну, ничего. Там это тычинки и пистики. Там всякое можно. Вот. А пришла сюда вдохновиться, чтобы посмотрим вместе с сыном. Ну, все. Тогда надо срочно прямо начинать вышивать, чтобы вышить. А сейчас еще Алису вышиваю. Там сынишка или, да, как-то так называется, по-моему. Там малыш с мишкой такой. А, да, да. Да это делают метрику многие. Да, 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 да. Ну, все вышивают. Очень такое. Вышивают. Там легко прям так, ну, это красивое получается. Ну, не принесла. А вот надо было принести, по-моему, похвастаться. Какие все скромные, не хотят хвастаться. Ну, что такое. Вообще. Огромное. Безобразие. Вот ходим вдохновляться к вам сюда. Спасибо. Когда смотришь, такое сообщество людей увлеченных. Ну, познакомились, да? Да, конечно. Телефончиками обменялись. Да, про сообщество все записались. Молодцы, молодцы. Так что вот, спасибо большое, что приехали. Потому что вот часто многие пишут, надо найти какой-то там, какой-то набор, какую-то схему, какой-то вышивки. Где бы его купить, где найти. Я говорю, девчонки, пишите вот в Ютубе под моими роликами. Обязательно найдется человек, у которого есть, который смотрит ролики, и у него есть, и обязательно пришлет. Вот еще ни разу не было, чтобы вот без ответа не нашлось. Обязательно находится. Кто-то да найдется. Всегда. Будем знать. И вышивающицы все такие доброжелательные, они всегда вышлют и ниток пришлют, и схему пришлют, и даже иногда целый набор пришлют. Спасибо большое, что приехали к нам. Очень рада быть. И вам спасибо, что приходите. Да. Вот, забираю. Так, кто-то еще хотел показать свои? Давайте-ка, давайте. Не только. Вот, вот, вот это я понимаю, да? Да. Год назад пропустила вашу встречу. Ну здесь тоже, она только начинающая, поэтому ей простительно. Меня зовут Татьяна. Так, да. Вышиваю, я изначально начинала вышивать бисером. Так. Вот, сейчас покажу. Покажу бисерные работы. Ой, какие красивые, интересные. Ну, это я привозила наборы из Украины. Ага. Через намыть. Украины. Ты Googled. Хihihi. Украины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это то, что у меня сохранилось, которое я храню Я их сняла с рам, они в рамах, конечно Рамы такие очень тяжелые Массив еще То, что я сохранила Вот какая молодец Глядя на прошлого видео Вот оно Вот оно, смотрите, девочки Еще очень много Тогда вышивали еще и болгарским крестом А Ельцин у нас вышивал болгарским крестом Звоните об этом? Я не знала, что Ельцин вышивал В центре есть подушечка, которую он вышел сам Вот такая картина Но, к сожалению, две картины только у меня сохранилось Ну, вот там у меня, к сожалению, ничего не сохранилось Куда делось, ничего не понимаю Мама тоже вышивала И решилье занималась И куда делось? Да, у нее и занавески у меня еще есть Но там их надо реставрировать Все собрала У нас одна дама принесла Знаете, может быть Вы молодые, конечно, может быть, не помните Были такие атаманки Три подушки и валики с двух сторон И вот одна дама принесла чехлы Вышитые цветами Причем эти подушки с двух сторон вышиты Эти чехлы И вот эти вот И мы ей все сделали Ей дети говорили Зачем ты несешь? Не позорься, не носи Девочки, у нас одни стояли готовы В готовом виде Нас замучили, чтобы мы продали Можете себе представить? Я старина Ну, это у нее на комоде лежала Салфеточка Дорожка Да, дорожка Тогда скатерть стелили А потом так наискосок стелили эту дорожку И ставили вазу с цветами Вот это вот самое ценное Вот это вот Самое ценное Конечно, берегите Это пока все Да, берегите Это вот Я говорю, что вот мне сейчас Из Чикаго прислали вот такие вот дорожки Они уже вот эта ткань Вся ветхая Вся в дырочках Вся рвется И вот я все никак не могу придумать Как их Она мне пишет Оформляй как хочешь Лишь бы только сохранить Спасибо вам Я уже всю голову скружила Как это сделать Спасибо вам за такие встречи Которые вы организовываете Ладно, спасибо, девочки Что вы приходите И так приятно Очень приятно Встречаться С такими людьми Дворческими Замечательными Вот это меня покорило Прямо К вашему обществу Я только когда Вот у нас в том году был Вышивальный фестиваль В июле месяце Я только первый раз Вот вышла Посмотрела Познакомилась с девочками Конечно Спасибо И те, кто пришел И девчонки Ну прямо Тут просто загораешься Вот сейчас придешь И снова Скорее Скорее Вышивать Да Стимул появляется Вышивать Вышивать Спасибо И вам спасибо Давайте я заберу Только микрофончик Друзья мои Наша встреча Подходит к концу Мы посмотрели Море красивых работ И передаем привет Мор Москву Продолжение следует... Продолжение следует...